Ну что, всем большой привет! Меня зовут Наташа, всем добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас речь пойдет вот об этой вот палетке. Это лимитка от Charlotte Tilbury во всевозможных нюдовых оттенках. Давайте мы ее посмотрим сейчас. Во-первых, палетка очень легкая, она металлизированная, сделана из металла и легкого пластика. Она открывается и закрывается на магните, очень легкая. И там вот такое вот количество оттенков теней всевозможных, холодных, теплых. Они разделены на вот такие вот свектора. Здесь не хватает только тех оттенков, которые находятся в палетке Dolce Vita. Это такие красно-коричневые оттенки. И сама Charlotte Tilbury рекомендует ее дополнять именно палеткой Dolce Vita. Для полноты образа, скажем так, в которой есть красно-коричневые оттенки и шиммерный золотой оттенок, который для украшения, как вы знаете. И сегодня я буду использовать какие-то цвета из этой палетки, дабы создать макияж. Вот, то есть я сейчас буду по традиции краситься, сделаю какой-нибудь повседневный макияж. Ничего яркого я вам не обещаю. Ну, как пойдет. Обычно у меня бывает, да. Вот, и посмотрим, как, в общем-то, эта палетка в действии, как она в работе. По возможности использую максимум оттенков из этой палетки. И мы с вами посмотрим. Я вам зарезюмирую, что вообще она из себя представляет и нужно или не нужно ее брать. Надо или не надо, как говорится. Потому что палетка нашумевшая. И у меня очень много знакомых девчонок, визажистов уже ее попробовали с моей подачей, либо не только с моей. Вот, и я получила у нее только положительные отзывы. Вот, теперь хочу попробовать ее сама. Сама лично, саморучно протестировать. И рассказать о ней вам. Вот, меня, конечно, очень сильно привлекает, сразу вам скажу, вот эти вот оттенки. Вот эти вот тепленькие. Вот, также мне очень нравится следующая гамма. Это вот эти вот. И черная, и вот такой вот хаки зеленый, болотный. То есть вот эта вот гамма. Но рука сейчас у меня тянется лично вот к этим вот оттенкам. Почему-то, я не знаю. Очень хочется их. Вот, наверное, давайте их и будем использовать. С чего же нам начать? Так как здесь у нас имеется в наличии, в общем-то, два, буду показывать вам, два матовых и один такой шиммерно-сатиновый оттенок. Скорее всего, это оба для складки. Ну, допустим, вот это для складки, это для затемнения и это для украшения. Вот. Ну, в общем, как пойдет, так пойдет. В основном я буду ориентироваться на эту подборку цветов. Также там была вот такая вот пленка с градуировкой цветов. Вот если я вам ее покажу. Как же я показать, чтобы зеркало не показать вам? Вот так вот, наверное. На ней нанесены, в общем-то, цифры, в каком порядке их использовать. Все цвета подписаны на этой пленке. В обратном только порядке, потому что я ее сейчас перевернула. Моя лампа, к сожалению, отражается в этой золотой палетке, поэтому ничего больше, кроме вот этих вот цифр, вы не увидите. Вот. Ну, в общем-то, ее можно и выкинуть. Она нам не сильно нужна. Вот. Давайте тогда уже приступим. Начнем краситься. Вот. У меня сейчас... Я уже оформила лицо. На мне тон. Чем я оформляла лицо? Лицо я оформляла таким вот тональником от Tom Ford. Вот такой вот мне достался в подарок от моей подписчицы. За что я безмерно просто благодарна, потому что я никогда не пробовала тональный Tom Ford в стике, но я была поражена просто тем, что как он на меня лег. Вот вы можете видеть тональник в действии. Я уже его закрепила пудрой маковской. Покажу, какую я использовала. Это Mineralize Skin Finish в оттенке Medium. Вот такая вот. Она у меня уже, правда, заканчивается. Там дыра огромная. Вот. Зафиксировала. И немного оформила брови. В общем-то, все. То есть я больше ничего не делала. У меня нет ни румян, ни коррекции, ничего. И корректор под глаза, который я использовала. Это вот такой вот Shape Tape от Tarte. Я его обожаю просто. Он маскирует абсолютно все. Любые изъяны. Он самофиксируется. Его нет необходимости прибивать пудрой. Но я все равно все пудрой фиксировала. Вот. Это коротко о лице. Лицо мы потом в конце немножечко доделаем, скажем так. Приведем все к общему знаменателю. И все будет красиво. Вот. Давайте уже начинать. Вот. Что же нам такого использовать? Давайте для чистоты эксперимента. Я не буду использовать никакие кремовые тени, которые я обычно использую в качестве подложки. Возьму самое простое, что у меня есть. То есть это Maybelline Color Tattoo. Ну вот в таком вот бежевом оттенке, в общем-то, да, как консилер выглядит, как замазка. Вот. Его и будем использовать. Так, мне кажется, будет правдоподобнее, чтобы просто посмотреть те матовые оттенки, которые есть в палетке Charlotte Tilbury, чтобы посмотреть их чистоту и как они наносятся. Поэтому я буду использовать такой вид подложки. Ну, можно было, конечно, и талантником просто сделать, но уже пошло как пошло, как говорится. Вот. Давайте начинать. Я по традиции, наверное, накрашу один глаз и потом второй доделаю за кадром, чтобы сократить время, так сказать. Кистью, которую я начинала красить, не пошло, потому что она слишком пушистая. Я взяла обычную синтетическую кисть и буду наносить и ею. Этот праймер уже значительно подсох. Надо бы его как-то либо обновить, либо что-то новое использовать. Тяжело, конечно, болтать, когда давно не снимала видео. Непривычно, скажем так. Нижнее веко я тоже оформлю. Все, до бровей я прям покрываю тонким слоем этого консилера, корректора и праймера в одном лице. Так. Вот так вот выглядит примерно. Из этой же палетки я сейчас буду убрать самый светлый оттенок, вот этот вот, в качестве подложки, подложки. Не в качестве подложки, а дабы зафиксировать наш праймер. Нам же нужно его припудрить. Меловой, конечно, этот оттенок первый. Самый светлый. Я даже не понимаю, что-то наносится или не наносится. Я уже во все зеркала пытаюсь смотреть, но что-то наносится. Так, едем дальше. Дальше мы как раз будем наносить все оттенки, которые у нас есть, в складку. То есть, вот этот и потом вот этот оттенок. Начинаю я с самого светлого, естественно. Я немножечко тут пальцами залезаю в эту палетку и пытаюсь сделать свочеч на руке. Вот, дабы понять, как много набирается пальцем. Они такие, знаете, не меловые, не сыпятся, что очень приятно. Очень деликатно наносятся. Ими переборщить, сразу говорю, будет невозможно. Потому что они очень-очень тяжеловат, скажем так, набираются. Кисть у меня коза. Это кисть Morphe. Но оттенок мне нравится. Я даже не знаю, какой я макияж пока буду делать. Вот, пока... Пока база. Так, дальше предлагаю углубить нашу складку века вторым оттенком из этой палетки, из этой тройки. Вот этим вот оттенком, потемнее. Если будет необходимого, возьмем еще темнее. Вот. Здесь вот уже он наслаивается, конечно, и становится намного красивее. Этот оттенок прям мне очень нравится. Набирается он уже лучше. И прям заметен рисунок становится. Видите? Да. Палетка. Пока мне все нравится. Можно, конечно, еще более углубить, нанеся еще более темный оттенок из следующего ряда, который как раз таки мне тоже понравился. Например, вот этот вот. То есть я сейчас нанесла вот эти два и предлагаю вот это сейчас еще нанести. Дабы сделать еще более контрастную складку века. Я сейчас уже беру вот такую вот кисть. Это Зоева, 231-я, кисть-карандаш, тени, опять-таки, набираются неплохо. Да, вот так мне определенно больше нравится. Так как я люблю все-таки более яркие макияжи, единственное, что мой макияж, конечно, не будет соответствовать моему наряду. Потому что я сегодня в спортивной одежде, в домашнем буквально. Ну, это же не важно. Я думаю, что вам это точно не важно. Главное же макияж, правда. Мы же хотим все посмотреть на палетку. Так, и подтушевываем. Будет такой вытянутый макияж глаз. Да, так, мне больше нравится. Вот, сейчас я предлагаю этим же оттенком, который я наносила последний, затемнить немножечко уголок. Я в последнее время очень люблю матовые макияжи в матовых оттенках, мне очень нравится. Так, теперь, теперь можно нанести консилер. Взять, допустим, наш любимый шейп-тейп, взять нашу кистюлю, ну, такую вот. Ау-ау, понеслось. Поехало все. Так, мы сейчас будем украшать наше веко, поэтому нам нужна подложка. Нам нужно вот сюда вот нанести консилер. Для чего? Для того, чтобы отрезать складку века от всего остального века. Это у нас будет как подложка под украшение. Вот. То есть вот такую вот штуку мы делаем. Вы наверняка все видели в инстаграме, как это все делается. Это не так уж и сложно. Вот. Поэтому я думаю, что у вас тоже не составит труда это выполнить. Вот. Дальше мы берем обычную плоскую кисть для нанесения теней. И беру я сейчас оттенок теней. Какой же мне взять? Наверное, я возьму потеплее. Оттенок теней имеется в виду вот этот вот. Это такой шиммерно-сатиновый скорее. Вот этот вот оттенок. Ну, вот первый, который в украшении находится. Буду брать его. Набираю. Пытаюсь, точнее, набирать кистью. Так. Вот такая вот штука у нас должна получиться. Вот. И дальше затемняем снова внешний уголок, дабы все выровнять. Так. Что можно взять еще из этой палетки? Из этой палетки можно взять и влажным способом нанести вот этот вот шиммерный, самый светлый оттенок из этой палетки, взять вот такую вот маленькую кисть-карандаш и взять, например, MAC-FIX+. Сейчас мы пытаемся набрать. Что я хочу сделать, нанести во внутренний уголок. И отбрызнем. Вот так вот. Так. Ааа, прикольно. Сияшка. Можно, кстати, было и основное украшение, которое на центр век мы наносили, тоже нанести влажным способом. Потому что вот очень ярко получается. Видите? Вот. Сейчас можно сделать, дооформить нижнее веко. Для этого я возьму... Я буду делать все-таки яркий накеж, как я и хотела. Вот. Я возьму черный карандаш Tarte. Он не расплывается, он хорошо тушуется. И оформлю каял. Сейчас нам нужно это все растушевать. И теперь берем предыдущую нашу кисть карандаш Зоева, которая побольше была. И последний оттенок, которым мы затемняли внешний уголок. Это вот этот вот. И растушевываем наш карандаш на нижнем веке. В общем, каждый раз, когда я демонстрирую вам кокулировый макияж, он получается однозначно ярким. Ничего нюду вообще не делаю. Мне хочется просто, чтобы было вам видно наглядно, что, в общем-то, мы делаем. Да, и вы сложили какое-то свое мнение об этих тенях. Вот. Это еще не все. С нижним веком мы еще не закончили. Мы пока только растушевали черный карандаш. А тушевку от коричневого предыдущего цвета мы будем оформлять как раз таки вот этими предыдущими двумя оттенками. Такими двумя коричневыми. Теплым и более холодным. И возьму оттенок, который потемнее. Вот этот и потом вот этот. Чтобы у нас был с вами такой плавный переход от черного в цвет кожи. Вот. Смотрите. Вот. И теперь самым светло-коричневым. Рыжеватым. Чем ниже у вас тушевка по нижнему веку, тем больше сам глаз. Не нужно этого бояться. Многие думают, что таким образом рисуют себе синяк. Но почему-то лайки ставят на такие макияжи в инстаграме. Всем нравится. А сами себе рисовать боятся. Вот. Также я еще рекомендую оформить конечно же каял по верхнему веку. Потому что его не хватает. Если же делать более яркий макияж, то каял по верхнему веку обязателен. Особенно оформляем вот эту вот часть каяла. Для большей выразительности. Смотрите, как получается. И можно уже красить ресницы. Можно конечно еще и стрелку добавить. Вот. Давайте пока ограничимся тушью. Можно так-то конечно еще и накладные ресницы прилепить. Для большей выразительности. Но вы сами говорите, что вы любите мои макияжи за то, что они красивые и без накладных ресниц. Которые в общем-то делают 50% макияжа. Потому что любой макияж, если украсить длинными пушистыми накладными ресницами, все остальное уже настолько становится незначительным, что и не виден сам макияж становится. Но, конечно, очень эффектно и очень красиво. Они его подчеркивают, но не будем усложнять. Оставим все как есть. Оставим накладные ресницы для Наталины. Пусть она их клеит. Она мастер по накладным ресницам. А я буду тушью фигачить. Пусть у меня будет три слоя. Ну, как бы, вам же и так понятно, да? Что приклею я сюда дополнительные ресницы, и все было бы красиво. Вот. И сейчас, да, оформлю второй глаз и вернусь к вам. Вот, я наделала свой макияж. Наконец-то. Вот. Вот такой вот у меня получается макияж по итогу. Осталось дооформить остальное лицо, чтобы все сложилось наконец-то. Потому что у нас такие малидноватые брови и нет скульптуры на лице. Вот. Поэтому предлагаю немножечко дооформить бровей. Для бровей я буду использовать сегодня маркер от Yves Saint Laurent в оттенке 2. Вот. Я немножечко добавлю таких, как бы, волосков. Как бы. Чуть больше графики просто добавлю своим бровям и сделаю их чуть длиннее. Конечно, кто-нибудь напишет, что брови ад и макияж ад и все вообще не так и не то. Но неважно. Кому какое дело. Значит, гель для бровей у меня Shuya Mura в оттенке Honey. Немножечко их причесываю, укладываю. И он светлее по цвету, чем цвет моих собственных бровей. Поэтому цвет такой будет то, что надо. Лицо буду оформлять вот этой вот палеткой от Tom Ford. Вы ее все знаете. Уже у многих она имеется. Поэтому ничего нового. Делаем скульптурирование. Скульптурирование. Кисть я для этого беру M-Beauty S4. Она делает великолепные скулы. Просто. Очень мягко, деликатно. Мягко и в прямом, и в переносном смысле. То, что вы никогда этой кистью не нарисуете себе енота, полоскуна на лице. У вас никогда не будет четкой вот этой вот полосы. Потому что кисть, она очень мягкая. Ворс очень длинный. И за счет того, что она такая вот прям, видите, прям наимягчайшая, вы делаете все линии плавными. Видно? То есть получается такая легкая тень там, где надо. То есть меня многие спрашивают, покажи мне, где рисовать эти скулы. Где, куда, откуда начинать и куда везти. Вот. Возьмите просто вот такую вот кисть. N-Beauty серия Katakana. Модель S4. И нарисуйте себе сами. Самые лучшие скулы. Также я затемняю боковые части лба. Прям по краевой. По краевой волос, имеется в виду. Да? Чтобы вы понимали, это вот эта вот часть. То есть у нас скульптурирование. Это вот это. И вот это. Вот это. Понятно? То есть боковая часть носа, лоб, переходит в скулу. И скула переходит в челюсть. Точнее под челюсть. Чтобы сделать ее еще более скульптурной. Чтобы вот этот вот рисунок был виден. У кого есть там вторые, третьи подбородки, это тоже все очень хорошо. Корректируется вот таким вот способом. Этой же кистью можно заскульптурировать нос. У кого не получается, тот может взять кисть поменьше. Например, вот такую вот. И также аккуратно только этим бронзером пройтись по боковым частям носа. И он станет более скульптурным. Но сумейте, пожалуйста, дорогие мои, вовремя остановиться, чтобы не получить четких полосок у себя на носу. Иначе вы будете похожи реально на енота-полоскуна. Потом румяна, собственно, из этой же палетки. Вот эти вот. Буду наносить этой же кистью. Она для этого как нельзя лучше подходит. Также наносит очень легкий слой. И как сейчас моден эффект такой матовой кожи. Уже никакого сатина, блюра здесь нет. То есть, ну, блюр, конечно, есть, но он какой-то матовый. Нет вот этого сатинового перелива. Но мы сейчас, конечно же, еще будем добавлять хайлайтер из этой же палетки, которого у нас здесь вот прям явно не хватает. Вот. И появится блюр. Вот. И потом по просьбам трудящихся я, конечно же, покажу еще раз, как пользоваться знаменитой пудрой Hourglass, чтобы раз и навсегда, ну, очень хотелось бы надеяться, что раз и навсегда, у всех отпал вопрос, как же пользоваться этой пудрой Hourglass. Как же ей шлифовать это лицо, чтобы получить этот эффект блюра. Вот. Палетка в действии. Кто хотел посмотреть, также румянец я наношу и на все остальное лицо, также и на центр носа, и на подбородок. В общем, всюду. Наносите румянец всюду. Дальше я беру кисть Шик Б, ну, можно другую взять, мне здесь 5 Б валяется, но возьмем 6 Б. Это вот такая вот кисть из белки. И буду наносить ею хайлайтер, вот этот вот. Сначала под бровь. Сюда я, как пока делала макияж глаз, ничего не наносила, только матовые тени из палетки, которые делался макияж. Вот, поэтому сияния, конечно же, хочется. И смотрите, какое оно деликатное. Хайлайтер какого-то желтого, желтоватого, такого золотого оттенка, но он мне очень нравится на самом деле. Смотрите. Надеюсь, я не одна фанатка этой палетки. Смотрите, какой он красивый. Какой вообще красивый макияж с этой палеткой выходит. Я прям кайфую. Все, мне кажется, уже мой хайлайтер просто из космоса виден. Смотрите. Я захайлайтилась вся. Также я его наношу на кончик носа и на галочку над верхней губой. Вот сюда вот. Хайлайтера много не бывает, поэтому достаточно. Вот. И сейчас я хотела бы вам показать, как же наносить эту пудру. То есть вот такой вот у нас получается предварительный этап без блюра этого. Да. И сейчас я возьму, собственно, вот эту вот палетку. Гу-горе-палетку. И вот такую вот кисть. Это Коза 5543 от Хакухода. Набираю, в общем-то, все три оттенка вот так вот смешиваю и начинаю шлифовать преимущественно периферии лица. Под глаза, вот в мою Т-зону вот в эту вот я практически не лезу. Потому что мне нужно зашлифовать именно вот эту вот часть. Подбородок все можно вот это вот зашлифовать. А как такового прям такого жирного блеска мы не получим. Но все поры, которые у нас есть, они зашлифуются. Вот. Если у вас кожа сухая, вы, в общем-то, можете пройтись и по центру лица. Просто у меня здесь мистер прыщ, который я, надеюсь, благополучно замаскировала. Если я сейчас пройдусь кистью, то все, что было матовым, станет сияющим и его станет видно. Поэтому на этом все. А на губы мы с вами тоже нанесем новинку. Вот такую вот помаду. Это 508 оттенок Lip Magnet от Armani Beauty. Я уже, конечно же, пробовала эту помаду в действии на губах. Здесь очень прикольный аппликатор, вот такой вот острый треугольник, который позволяет нарисовать безошибочно вот эту вот галочку над губой. И, приложив вот так вот в уголок губ, можно соединить рисунок и получить четкий контур губ. Очень-очень легко. Вот так вот. Все. Ну все, мой макияж готов. Можете написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Понравилось вам или нет. Вот. Насчет этой палетки могу сказать только одно. Палетка стоит своих денег однозначно. И кто думал брать ее или не брать, брать. Она нужна всем. Она реально ходовая. Здесь есть прям вот все, что вам нужно для базового и вечернего макияжа. Потому что как можно, допустим, вот этим вот первыми шестью оттенками сделать какой-то макияж такой более повседневный, офисный, деловой, так и более вечерний, что вы можете сейчас видеть на мне. Вот. Так что куда ваша фантазия вас уведет, то вы можете и исполнить с этой палеткой. Вот. Она легкая. Она компактная. Она уместится в любой кейс визажиста либо в косметичку. В вашей сумочке вряд ли, конечно, она войдет, потому что она очень длинная. Вот. Но любому визажисту такая, особенно начинающему, она будет только в помощь, потому что просто кладезь, как говорится, всех самых ходовых оттенков. Вот. Ну все. Мой макияж готов. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, новых видео. Всем пока.